Мардук — это шумерское, точнее, поздневавилонийское имя Всевышнего в качестве просто Всевышнего. Они заменили концепцию, где имя Всевышнего — Ра, и, допустим, его называют там Прабог, Род, Святовитх, Свара и так далее, как в ведической традиции. И стали называть, что имя стало основное не Ра, а Мардук, и, соответственно, дальше был добавлен целый сон имен. Например, первый эпитет — это Адду, которое переводится как «отец» или «всеотец», «Арранун», то есть как «начало Ра, который породил Нуана». Дальше Акку, Ашур, Асарлухи, Ашар, Ашаралим, Ашаралам, Нуна, ну еще целый ряд имен Всевышнего, допустим, на букву «А». Дальше также Бел, то есть как «великий», дальше также как Гил, то есть глаголящий истину, или аналог греческого Гелиос, аналог Илу в семитской мифологии. Также есть на букву «Д» интересный эпитет Мардука, который звучит как «Думу-Дуку». Как кто из вас может перевести этот эпитет? «Ду-ку-Ду-ку». «Думу-Ду-ку». 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 Угу. Скорославы, отложи все изображения, отложи все, что мешает. Давай. Что означает «Думу-Ду-ку»? Если Думу-ку-це Алатара, то Думу, может, что исповедано с стопом Алатара. Хорошая идея, вероятнее всего соответствующая. И пока мы разбираем шумерскую мифологию и культ Мардука, все лишнее должно быть отложено. Или оно будет убрано вообще, чтобы не мешало. Ну, также есть огромное количество других эпитетов. Допустим, эпитет «Н», который в переводе с шумерского означает «господин», «господь», «правитель». Есть также эпитет, как «Лугаль демер анна кикай», «Лугаль ду-ку», кстати, что и переводится как «господин Алатара». А что ж не «Лугаль» как называется? «Лугаль – правитель». Вообще «Лугаль» происходит от искажения соединения имени «Ра» и его эпитета «гил», «гел», «гелиос». И вот так «Ра-гел», «Солнце-бог» стало переводиться постепенно как «Ла-гел» и потом «Лугаль». Здесь я читал про Шумер и Пщелу Галину, там называлось просто «управительный мист». Ну да, то есть у нас же как буквица «Кси» – это дух, это Всевышний, это духовно осознанное существо, это князь. И князь как верховный князь, так же, в принципе, и князь, ну вот просто какой-нибудь князь города. И позднее даже князем мог называться более удельный какой-то князь или представитель княжеского рода. И идеал в ведах описано, что каждый человек должен быть князем своего тела для начала. То есть, ну как бы аналогичная несколько концепция. А как были влаштованы шумерские места, по какому принципу? Сейчас все-таки мы разбираем не историю. Как переводится, как ты думаешь, эпитет «Мордука», «Лугаль», «Шуанна»? Можливо, «Шу» – это повязано, «Шу», «Шуэт», «Можливо». Вероятнее всего. «Анна» – это что-то из неба. Ну, то есть, да, Всевышний, как правитель и Бога протоматерии, правитель космического пространства. Так что, в принципе, соответствует. К примеру, также есть очень сложные, очень длинные эпитеты Всевышнего, такие как «Нари», «Лугаль», «Демер», «Анкеа», которые означают, что Всевышний Мордук правит огромным количеством миров, огромным количеством разных воплощенных существ. Есть также эпитеты Мордука, как «Сар», то есть, как «Царь», как «Туту», как «Искаженная Тату». И...